На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос «Как не обидеть и не оттолкнуть человека, обличая его грехи?» Вопрос сложный. Давайте задумаемся, а может ли человек вообще не обидеться? Ведь мы все самолюбивы, ну, в той или иной степени, мы все эгоцентричны, мы, почему мы все, да, все без исключения, об этом говорят святые отцы, потому что мы все больные, у нас у всех страсти, и главное в нас – это вот наш эгоизм, наше самолюбие, себелюбие, мы себя любим очень, правда, неправедной любовью. И поэтому, когда нам делают замечание, нам не очень, скажем так, мягко, приятно, задевает. А если уж нам, так сказать, еще и в форме достаточно жесткой сказали, так это меня может и обидеть. Так вот, можно ли не обидеть человека? Мы не можем гарантировать никогда, что человек на наши слова, как бы мы их ни говорили, не обидится. Он даже мягкость нашу, вежливость при обличении может воспринять, как некую издевку, поскольку человек будет понимать и судить со своей колокольни. И тогда возникает вопрос, а надо ли нам вообще-то пытаться кого-то обличать? Конечно, да. Давайте обратимся к Священному Писанию. О чем оно нам говорит? «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждой за собою, чтобы не быть искушенными». Итак, эти слова нам говорят о том, что, когда мы увидим согрешающего, мы опять-таки должны все-таки ему подсказать о его грехах, но в духе кротости. Что значит «духе кротости»? Ну, это означает, что, во-первых, с любовью. Вот понимаете, одно и то же может иметь прямо противоположные результаты. Ну, например, на таком примере даже жизненном очень. Когда мы воспитываем своего ребенка, да, мы же его «ух, как обличаем, да, не так сделал, не то сделал, это не послушал, не туда пошел» и так далее, и так далее. То есть мы все время ребенку указываем на его неправильные поступки, которые нам не нравятся. То есть мы его обличаем в каких-то делах. Ребенок может обижаться, плакать, да. Но ведь обида может остаться на всю жизнь. А может быть, я сейчас поплакал, мне неприятно. Но через полчаса я уже бегаю, люблю маму, папу и все. И я даже не помню, что они меня тут так вот словесно наказали. А то еще, если и по попе заехали. И вот, вы знаете, в одном случае вот такое обличение и даже наказание может быть исключительно полезным. И в другом случае может быть душепагубным для ребенка. Да, и для взрослого, в принципе, то же самое. Механизм работает одинаково. А разница всего лишь в одном. Если я сам разозлился и в этом, в гневе своем, говорю какие-либо слова, правильные слова по своему содержанию, но я их говорю в гневе, то я творю зло. Правильно вообще это говорить? Не в гневе, а разозлившись, раздраженно. Почему я уточняю? Потому что гнев вообще-то нам дан по природе с момента сотворения человека. И этот гнев Ева должна была применить против искусителя дьявола. Но она на него не разгневалась. И Господь говорит, а гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Помните ожидание нечестивых гнев. Ну и мы знаем, есть гнев праведный, в народе так говорят, да, есть неправедный. А Иисус Христов, взяв вожжи, перевернув столы в храме, изгнав оттуда из храма всех тех, кто там торговал, разве не разгневался на них? Да, разгневался. Это было проявление праведного гнева. Но при этом он говорит, гнева есть, не согрешайте. Так вот, согрешаем мы тогда, когда мы злимся. Зло. Я злой. На меня так же разозлятся в ответку. Что посеет человек, то и пожнёт. Срабатывает духовный закон. И если вы в состоянии раздражения, злости, говорите другому, обличаете его во грехе, в неправильном поступке и так далее, ребёнка либо взрослого, вы наносите вред. Потому что и ребёнок, и взрослый с отторжением воспримут ваши слова, хотя они и правильные. Потому что вы ему причинили зло. Но если вы то же самое сделаете с любовью, ну, внешне, допустим, внешне, вот в отношении, так, повысили голос, сделали угрожающее лицо там и так далее, но с миром в душе, как когда-то я сделал это своему сыну, так вот, мне один раз всего лишь пришлось применить физическую силу и шлёпнуть его по попе. Он сильно ударил по попе. Со всего маха. Он запомнил на всю жизнь. Но никогда за это на меня не обижался. Потому что я это сделал без зла, с любовью, предупредив его вначале, объяснив ему, и потом сказал, ну, сынок, ну, я тебе обещал, что я тебе накажу, обещал. Ты меня не послушал, не послушал. Тогда не обижайся на меня, дорогой мой друг. Я взял его за ручкой и по попе. Заплакал, заплакал, но не обиделся. Я потом говорю, пап, ты был прав. А вот в один раз уже, когда сын мой был более взрослым, я в злости его там шандрахнул слегка. И это был вред. И он это запомнил на всю жизнь, хотя был уже взрослым. Казалось бы, что там уж. Я же его не ударил там по лицу и так далее, и так далее. Но я применил некое насилие, психологическое и физическое. Толкая его, заставляя его. Вот. Вот устремление мое было правильным, но исполнение ужасно греховным. И поэтому я совершил зло. Пользы никакой сыну не было. И мне не было. Поэтому, друзья мои, чтобы не оттолкнуть человека, надо делать все с любовью. Даже наказывать его. Вот и Господь к нам так же относится. Бог есть любовь. Ничего, кроме любви, никакого зла, никого он даже не наказывает. Он позволяет происходить наказанию. Потому что работают духовные законы. Наказание за грех, смерть. Но именно по милости, по любви Божьей мы до сих пор живем. И 930 лет прожил и Адам с Евой. Хотя Господь сказал, в тот день, который вкусишь, смертью да умрешь. Не умер. Почему? А потому что Господь милостив. Он есть любовь. И Он нам дает время на покаяние, на исправление, чтобы мы осознали, поняли и больше никогда уже не хотели грешить. Так и мы должны, обличая другого, а точнее, все-таки я бы говорил так, подсказывая другому с любовью о его ошибках, наставляя, вразумляя, используя слова Священного Писания и говорю, делали это только с любовью, с миром в душе и никак иначе. И тогда мы исполним слова Священного Писания вразумлять в духе кротости, каждый наблюдая за собою, чтобы не быть искушенными злом. Добавлю уже от себя. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok